Кстати, несколько вопросов к Николасу. Саалинджи недавно сказал, что я закончил курс TEFL. Можете ли вы порекомендовать компании в Москве, где я мог бы работать над английским языком? Я знаю, что это довольно популярный сектор, но для тех, кто не говорит по-английски, по-русски, есть ли у вас какие-нибудь советы, учитывая, что вы прожили там пять месяцев? Да, конечно, есть много ресурсов. Например, я проходил обучение TEFL на сайте IT International TEFL Training. На самом деле у них есть доска объявлений о вакансиях, которую они постоянно обновляют, о компаниях не только в Москве, но и по всей России, которым нужны преподаватели английского языка. Самый популярный из них, который я могу порекомендовать, это Simply English, они очень большие, так что я определенно рекомендую их. Есть еще Лендзорский английский, это еще одна фантастическая компания. И их так много, здесь так много компаний, и что ты определенно можешь сделать, я бы порекомендовал тебе зайти на Google Maps или Яндекс Мэпс и просто найти школу английского языка. И примерно две дюжины найдутся и подадут заявки во все из них. Обратись ко всем им, и ты получишь множество ответов, потому что мы здесь очень востребованы. Да, особенно сейчас, больше, чем когда-либо. Так что в некотором смысле это проще, возможно потому, что требуется немного больше мужества, чтобы пойти туда, потому что некоторые люди уязвимы для информационной войны. Анна Глобал Трэвел, она еще и учитель, и кстати, мой друг, она ютубер. Никола, скажи, пожалуйста, что-нибудь по-русски, как продвигается твой учебный процесс? Николас. Не мог бы ты, пожалуйста, повторить это еще раз? Ты хочешь меня сказать, чтобы по-русски я обычно пью молоко, но я предпочитаю водку или виски. Ты молодец. Николас только что сказал, что обычно он часто пьет, молоко, но предпочитает водку или виски. Я не знаю, звучит здорово. Но я предпочитаю водку тому пиву, которое у меня есть, когда я в России, я пью не слишком много пива. Я имею в виду, что слишком часто пиво течет ручьями и все такое прочее. Так что, определенно, водка, а не виски лучше. А недавно появился какой-то дешевый, самый дешевый бренд, который я смог найти в России. Кстати, что такое дешевый, я знаю ответ, но я собираюсь рассказать тебе о платформе. Какова самая дешевая цена за бутылку водки, скажем, пол-литра и виски? Вы также можете отличить русскую еду от иностранной. Да. О боже, вы не поверите, если я расскажу это публике. Это где-то между двумя или четырьмя сотнями рублей за обычную бутылку. И это было? Два доллара или четыре. Да, для меня это невероятная цена, но это правда. Да. Но знаете, для нас иностранцев цены очень-очень хорошие. Но для местных это средний класс, и это тоже нормально. Это ничего не значит, но есть много людей, и я не имею в виду алкоголиков. Я имею в виду много людей, которые следят за разницей в несколько десятков, извините, несколько десятков рублей, и покупают более дешевые товары. И я просто не знаю почему, но я обычно всегда покупаю самый дешевый или второй по дешевизне. Мне нравится пробовать. И еще есть такая вещь, что раньше русские продукты не ценились, потому что обычно они самые дешевые. И даже русские предпочитали покупать финский сыр, а не российский, особенно в Санкт-Петербурге, но теперь это невозможно. Но, например, я всегда предпочитаю российское. И даже если качество не такое высокое, для меня это просто опыт и не знаю вкус родины. Это странно. Ладно, продолжим. Итак, жизнь в России. Что бы вы сказали, если бы ваша мама или кто-то из ваших родственников или друзей спросили, какая жизнь в России? Как бы вы описали ее так, чтобы они поняли? Потому что вы можете начать сравнивать или просто рассказать, как есть, и люди могут сделать выводы сами, но... Да, я бы сказал, что жизнь в России, а особенно в Москве, очень насыщенная. Это самый большой город в Европе, и здесь постоянно что-то происходит. Я бы сказал, что здесь можно каждый день выходить на прогулку и находить что-то новое, например, новый граффити на стенах или какого-нибудь музыканта в метро, интересный магазин или какое-нибудь событие, которое происходит каждый день. Здесь никогда не бывает скучно. Но что насчет самых простых вещей? Кто-то спросит, например, Кевин спросит, можно ли пить воду из-под крана, безопасно ли это? А как насчет больниц? А как насчет, ну знаешь, услуг? А как насчет самых простых вещей? Что касается самых простых вещей, то для меня все было очень удобно. Первое, чем я хотел бы поделиться, это доставка продуктов от компании Яндекс. Продукты можно заказать с доставкой на дом по низкой цене, например, 50 рублей. Это ничего не стоит, это примерно полдоллара. И это экономит много времени и сил, которые тратятся на поход в супермаркет. Это хороший пример. Еще один хороший пример — метро. У нас дома в Канаде, если ехать из одного конца города в другой, плата за проезд увеличивается. А здесь, в Москве, можно проехать из одного конца в другой, и плата будет одинаковой, что просто потрясающе. И даже ежемесячная карта для проезда в метро стоит в Канаде в 10 раз дороже. То же самое с мобильным телефоном или интернетом. Цены намного разумнее. А что касается воды, я все еще не знаю, правда ли это. Ну, мне все равно нравится покупать кувшины, но я все равно пью воду из-под крана, и вроде все нормально. И это нормально. Но я еще не проверял, можно ли ее пить. Это. У нас было такое, я снимал Анну, она путешествовала по России, это было внешнее шоссе. И я забыл название. В общем, они едут по внешнему шоссе, которое все еще в Москве. И она сказала, что может пить воду из-под крана. Но я должен сказать тебе, что в России так делать не стоит. Это мое мнение, а не информация. В России не стоит пить воду из-под крана, если только у них нет какой-то специальной системы очистки. Фильтры. И тогда, может быть не стоит ее пить, а лучше вскипятить и использовать для готовки. Но Анна говорит, что можно пить. Но, скажем так, если это общий совет для иностранцев, то не стоит, если только у них нет какой-то специальной системы очистки. Но да, вода здесь действительно дешевая. Если покупать в больших кувшинах по пять литров, то это очень дешево. Я не знаю, доллар, полтора доллара, может быть большая бутылка. Например, нет, 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 нет. Это как если бы вы могли купить ее по самой низкой цене за сорок центов, например, за пятилитровую бутылку. Да, сорок центов в долларах. Они очень дешевые. Да, но если покупать маленькую, пол-литровую, то она будет стоить столько же, пятьдесят центов, сорок центов. Так что решайте сами. Да, и это слово было МД, МД. Это внешнее шоссе. МД. Хорошо. А как у тебя дома? Это, как знаешь, люди не знают. У тебя там нормальные комнаты? Ты знаешь что-то подобное? Как там вообще в России? Ты живешь в Москве? Да, конечно. Ну там повсюду новые многоэтажки, красивые небоскребы. Но я сейчас живу в Хрущевке, это такой старомодный советский дом. Но даже в нем у нас отличная квартира. Мы живем на последнем пятом этаже, и к сожалению лифта нет. Так что приходится немного подниматься пешком. Но это не страшно. Это просто небольшая прогулка. Так что в России. Квадратные метры. Знаешь, я не очень разбираюсь в квадратных метрах, но для Хрущевки это хороший размер. У семьи моей девушки тоже Хрущевка, но она поменьше, и они живут в Одинсове. А сколько ты платишь за аренду? Или ты уже купил квартиру? Это было бы быстро. Мы снимаем квартиру. Так что моя ситуация не очень показательна, потому что мы снимаем у родственников. Так что мы получили очень хорошую скидку. Это 50 рублей за квартиру. Да, в центре города это просто невероятная цена. Почти. Да, почти в два раза дешевле. Похожие квартиры в нашем районе стоят 80 или 100 рублей. Подожди, давай еще зададим несколько вопросов. Кения спрашивает Николя Салити, сколько тебе лет? Ты выглядишь слишком молодо, говорит она. Мне сейчас 28 лет. А Линдси спрашивает, есть ли в России чайники и тостеры? О нет, нам приходится их воровать, потому что у нас нет бытовой техники. Я не думаю, что она хотела сказать что-то плохое. Нет, нет, конечно, но это популярная история. Но нет, то что у нас есть, это чайник, которым мы пользуемся. Я также купил кофейник для МОКО, потому что люблю готовить эспрессо по утрам. Ты любишь кофе или чай? Если ты любишь русский язык, ты должен быть любителем чая. Я определенно любитель кофе, но чай я тоже люблю. Да. В последние годы употребление кофе стало по-настоящему популярным, и вот уже несколько лет, ну скажем 10, в России это стало просто супер популярным. У вас везде есть кафе, на каждом углу кафе, кафе, кафе. Несмотря на то, что в России принято пить чай, вы нигде не найдете чаев. Это чай. Да, здесь есть чайные домики. Но, конечно, чай можно купить во многих кафе, но все равно кофе в России становится очень популярным. Кстати, и в России, когда вы покупаете кофе, например, в Финляндии, у вас есть эти кофейники или не кофейники, но обычно вы получаете что-то вроде много чая и кофе для бариста. Это что-то вроде отдельного блюда, оно стоит примерно 5-6 баксов, может быть даже как в Старбакс, например. Но в России, если основной кофе, как ты знаешь, обычно готовят бариста, они этого не делают. Они не наливают его ни из чего. Он еще не приготовлен. Так что это всегда похоже на трудовую деятельность, когда кто-то действительно делает это. И еще. Это что-то вроде системы прессования. Да, да. Все в порядке. Это очень интересно, подожди-ка. И я постараюсь ответить на множество вопросов, потому что всегда приятно использовать живую платформу для этого как можно чаще. Если это не секрет, как ты познакомился со своей девушкой. Нет, это определенно сказка, которую мне нравится рассказывать. До того, как я увлекся Россией, я был одержим косплеем, если вы знаете, что это такое. Я играл разных персонажей. Одним из них был, вы не поверите, профессор Снейп из Гарри Поттера. Моя девушка тоже была фанаткой Гарри Поттера. Мы познакомились в ТикТоке во время пандемии. Это было очень кстати, потому что я только начал учить русский, и мы заговорили о России, о том, как мы любим Гарри Поттера, писательское творчество, искусство и все такое. Так все и началось. И одна из главных причин, по которой я приехал в 2022 году, это увидеться с ней. Хорошо, ты это упустил. Да, это важно. Это добавляет романтики в историю. Да. Кстати, есть ли какие-то отличия в отношениях с русской девушкой? Ведь между странами есть огромная разница. Да. Что касается моей девушки, то особой разницы нет. Потому что мое поколение в России довольно хорошо знакомо с западными вещами. Разница не слишком большая. Но, конечно, в России принято дарить цветы и подарки, что, конечно, прекрасно в любом возрасте. И это прекрасная традиция. Да. Кстати, я забыл спросить тебя о косплее. Ты тоже любишь Звездные войны? Да, люблю. Я люблю Звездные войны. Может быть, ты слышал об организации 501-й Легион? Я должен тебе кое-что показать. Да, пожалуйста. Да. Твоя квартира. Да. Я состою в 501-й Легионе. У меня до сих пор есть активное членство. Кулак Вейдера. Да, точно. Кулак Вейдера — это как часть организации ситхов. Так что я играю Кайло Рена, который может быть его отцом. Да. Да. Я официально стал членом организации в 2018 году. Да, и мне нравится с ними работать. Мы в основном занимаемся волонтерством с детьми. Я не состою в 501-й Легионе, но я большой фанат Звездных войн уже несколько десятилетий. Давай сделаем цифровой удар кулаком. Да. Я большой фанат. Мы когда-нибудь будем тусоваться вне камеры. Точно. Мне нравится какой твой любимый фильм Звездных войн, не трилогия, а просто фильм. Кстати, это определит нашу дружбу, если она вообще будет. Это сложный вопрос, но я всегда буду говорить, что это месть ситхов. Потому что... Потому что... Боже мой. Ты серьезно? Да, возможно, в некоторых кругах это не популярно, но это мой любимый фильм от начала до конца. Я знаю, что Империя наносит ответный удар, конечно, тоже хороший выбор, но... Не смей оскорблять мой выбор, потому что это мой выбор. Ты не можешь его не уважать. Это очевидно. Но в любом случае, оригинальная трилогия мне нравится больше. Но скажем, мне стали нравиться новые фильмы, особенно после всей этой новой фигни с Дисней, я действительно стал относиться к ним гораздо лучше, чем раньше. Потому что в них есть та особая атмосфера звездных войн, которой они полностью лишились, на мой взгляд, с тех пор, как Дисней их купил. Но... Да, я бы с тобой согласился. Это, конечно, звездные войны Джорджа Лукаса с первого по шестой, так что я точно там буду. Так что давай вернемся назад. Я мог бы говорить с тобой об этом очень долго, но я не думаю, что у тебя много подписчиков. Я не знаю, может быть им это интересно, потому что знаешь, это настоящий разговор. Так оно и есть, но все в порядке. Мы рассмотрели множество вопросов. А как насчет того, что вы также упоминали ранее, сравнивая это с Канадой, но чего вам не хватает в Канаде сейчас в России? А что в России лучше? В Канаде есть то хорошее, чего вам не хватает и наоборот. Я думаю, что с точки зрения вещей, по которым я скучаю, это больше похоже на личные вещи. Мне так нравятся мои мама и брат мой кот. У меня есть черная кошка, по которой я скучаю. Это все мои книги. У меня дома есть моя библиотека, мой настольный компьютер и все мои видеоигры. Я не играл в Скайрим с тех пор, как уехал. Так что я определенно скучал по этому. И так же, как я люблю ходить в свой любимый книжный магазин или в бассейн, отдыхать, ходить в парк, встречаться с друзьями. Но с точки зрения жизни в целом, это не то, почему я определенно скучаю. Так что приезд сюда — это огромное облегчение с точки зрения, скажем, возможностей трудоустройства, поиска подходящей квартиры по разумной цене и тому подобного. Так что приезд сюда — это определенно огромное облегчение с точки зрения жизни в экономическом смысле. А как насчет того, что, кстати, мы раньше об этом не говорили? А как насчет безопасности? Да, безопасность — это еще один важный фактор. Потому что в Москве, как и везде, где я бывал, я не чувствовал себя так, как везде. Я не только был в центре города, но и убедился, что здесь очень безопасно, особенно по сравнению с Ванкувером, где постоянно возникают проблемы с безопасностью, насилием и многим другим. Это часть истории Ванкувера. Я мог бы долго об этом говорить, но Москва намного безопаснее, намного безопаснее, чем Ванкувер. Я могу сказать, что могу гулять здесь поздно вечером и не чувствовать никакой опасности. Да, у меня есть люди, которые путешествуют в Россию, и я могу им помочь, но также могу предложить более подробную помощь, если они захотят. Ну, в общем, это единственный способ. Потому что у меня есть страница в Фейсбуке с тысячами комментариев каждый день, и люди обращаются ко мне за помощью. Так что если вам нужна помощь, вы можете воспользоваться моим аккаунтом. И я свяжусь с этим человеком, чтобы дать ему много информации или, например, карту с маршрутом, но в остальном у меня есть много видео с гидами. Но в любом случае одна девушка, которая собиралась поехать в Россию, спросила меня, она из Австралии, и спросила, где находится Москва и Санкт-Петербург, куда ей не стоит ходить. Есть ли там какие-нибудь опасные места? И хотите верьте, хотите нет, но официально здесь нет опасных мест, правда. Есть и поверьте мне, в Фейсбуке и на Ютубе полно таких историй, но это просто гугл, вы не найдете, вы не найдете. Вы найдете места, которые не пользуются популярностью, обычно они находятся рядом с какой-нибудь станцией или из-за отсутствия загрязнения или чего-то подобного. Но здесь нет таких мест, куда бы вы не пошли после 12. В крупнейших городах России таких мест нет. Да, это точно. И в России тоже. Я был в Семилуках, это недалеко от украинской границы, знаешь, всего в 200 километрах от Курска. И это немного дальше от Украины. Мы поехали в провинциальный городок, где живут мои родственники, и там даже не было света, было темно. И там были только женщины, девушки, которые сами ходили по темноте, потому что света не было. И люди были в порядке, даже маленькие дети. Так что ты говорил, что... Да, я думаю, что это связано с менталитетом россиян, с их отношением к обществу, заботой о других, о семье и так далее. И я думаю, что это главная причина, почему здесь так безопасно. Да, Кевин говорит, что в Канаде, в Ванкувере тоже безопасно, как и везде. Я не знаю, я там не был, но слышал истории, и думаю, это зависит от человека. Да, я могу быть предвзят, потому что прожил там всю жизнь. Так что возможно у меня немного предвзятое мнение о негативных сторонах. Но знаешь, даже в Хельсинки, где я живу уже 30 лет, это самая счастливая страна в мире. Но я должен сказать тебе, что даже в Хельсинки, где всего 500 тысяч человек, в Москве и Санкт-Петербурге, да и вообще в России, намного безопаснее. Потому что там много проблем с наркотиками и много наркоманов. В отличие от России, здесь люди ходят по улицам и делают, что хотят, пока это не становится слишком раздражающим или опасным. Тогда кто-нибудь, возможно, что-то сделает. Но в любом случае эти люди заполоняют все центральные места в городе. И нередко бывает, что какой-нибудь, ну, опасный человек может подойти к тебе и что-то сделать. На станции метро, где ты был, там было, кажется, 8 миллионов или сколько там. Я забыл, сколько миллионов людей пользуются метро, например. Все эти места безопасны. И на станциях метро нет охранников, которые бы постоянно искали, ну, проблемных людей, потому что их нет. Они не, ну, я не знаю почему. Ну, я знаю. Да, в Ванкувере похожая ситуация. Если ты заходишь в метро в Ванкувере, в семи случаях из десяти ты увидишь там наркомана или какого-нибудь сумасшедшего, который кричит. А в Москве я такого не встречал и не думаю, что встречу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.